Всем огромный привет! С вами снова я. И сегодня будет у нас видео об одежде для моей собаки. Соны Боны. Такая вот собачуська. Вот. Маленький тойтерьерчик. Давайте сразу начнем. Вот у нее очень много всякой одежды. Вот хочу начать с таких вот ботиночек. Такие вот четыре штучки ботиночек. Я вам сейчас покажу на одном. Вот как это все делается. Сонши эти ботиночки не очень любят. Вот. Смотрите, вот тут вот она так раскрывается. Берется лапка, вставляется. Вот. Закрывается на такой вот замочек. И потом обматывается вот так вот. Такая вот штучка. И все. Вот. Сона Бонум уже в ботиночках. Вот. Их четыре штучки. Я вам показывать не буду. У нас будет еще потом обувь. Потом верхняя одежда. В чем сейчас ходит она? Вот. Такой вот есть. Смотрите. Жилетик. Жилетик от фирмы Айда Пёс. Это ее на данный момент любимый. Давайте его сейчас оденем. Сона. Вот так вот продеваем лапки в этот жилетик. Продеваем лапки и застегиваем. Все просто. И он любимый, потому что сона Бонум в нем вообще не волнуется, когда его одеваешь. Вот. Застегнули все эти, все пуговки. И вот такая вот она. Бон, красавица. Посмотрите. Такая вот сона Бонум. Тут еще отстегивается вот такой вот этот капюшончик. Вот. И ей так. Типа защищает от ветра сону Бонум. Жопку прикрывает, поэтому жопка тоже не замерзнет. Вот. Такой вот, смотрите. Жилетикус. Вот так вот он тут крепится на три защелочки. И меховой капюшон. Вот. Это то, в чем мы сейчас ходим. Вот. В таком вот одеянии. От повыше камеры. Вот. В таком вот одеянии. Так. Снимаем. Быстро снимается. Она вообще не волнуется. Вот. Потом. Домашняя штучка. Это вот такой вот какой-то комбинезончик от фирмы Триол. Сейчас оденем. Это уже одевается через голову, как все такие вот комбинезончики. Протискиваются вот так вот лапки. Знаете, такая маечка комбинезончик. Ну, вот. Дома ее носить все равно не знаю зачем. Потому что она совсем легкая. Вот. Смотрите. Продели лапы. А потом вот так вот продеваем каждую лапку. Именно со стороны жопки. Вот. Берем. Раз. И вторую лапку. Все. Надели. И вот такой вот какой-то домашний комбинезончик. Вот. Комбинезончик маечка. Вот такая вот. То есть. И со спинки это выглядит вот так вот. Вот. Соне нравится одеваться. Потому что ей уделяется много времени. Она от этого кайфует. Вот. Поэтому, думаю, эта примерка ей даже пойдет на пользу. Еще больше со мной сблизится. Вот. Сона бона породы тойтерьер. Очень маленькая. Она, кстати, еще менее. Вот. Что делает ее, наоборот, еще меньше остальных представителей породы. Я вот не знаю. Супер мини тоев я еще не видел. Но думаю, что это будет такое особое зрелищное. Это компаньонские собаки. Поэтому все манипуляции с ними, это, наоборот, им только в пользу. Есть такой вот еще, смотрите, светерок. Это был ее однажды самый любимый. Вот. Так же он через голову продевается. Сона просто играть хочет. У нее тут эту, ее друг лежит. Краб. Она уже к нему хочет притиснуться. Так же у этого светерка продеваются вот так вот лапки. Вот. Вот он такой веселенький. Светерочек с воротником. Со спинки выглядит вот так вот, с косточками. Такой вот. Вот. Вот так вот он выглядит со спинки. То есть, свитер. А продеваются только эти, только лапки. Надо, наверное, еще повыше вас приподнять. Вот. А продеваются только лапки сами. Вот смотрите. Вот так вот это выглядит. С передней стороны лапки продеты. И все. Никаких этих проблем нет. То есть, соба не тепло. Можно это уже выходить в более-менее такую вот нулевую погоду. Снимаем. Ой, сейчас вам покажу кое-что. Это тоже фирма Айда Пес. Это такой вот домашний комбинезончик. С таким вот медвежьим принтом. Сейчас наденем. Он тоже одевается через голову. Давай. Су-на-су. Тут вот очень много материала. Поэтому сложно будет просунуть голову. О, сделали это. Так, теперь быстро, до всяких волнений нужно продеть, просунуть лапки. Чтобы она тут не разволновалась. Так. Усадили. Просовываем лапки. Ну, из этого комбинезона я ее прям вытряхиваю. Потому что он так вот плотненько сидит. Потому что он какой-то домашний. Вот, протискиваем туда ее маленькое туловище. И так же, как и на прошлой комбинезончике, тут уже все одевается через жопку. Берется лапка. Просунули. 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 И вот такая вот у нас хиповая сона Бона. Вот, это уже мой любимый костюмчик. Вот такая вот она в нем красивая. Тут есть место, чтобы сделать все свои дела. Сейчас поправим ей штанишку. Тут есть все прорези, чтобы делать свои дела. Веселый капюшончик. Из очень хорошего материала сделан. Сам этот комбинезон. То есть, такой вот качественный какой-то флис. Вот, все очень. Вот эта вот фирма Айда Пес делает очень качественную одежду. Поэтому я прям в ней уверен. И, ну, хорошо, красиво смотрится. Кстати, сразу говорю. У нас сона Бонны размер по спинке 25 сантиметров. Поэтому мы берем размер либо С, либо для дома вот этот вот мы взяли. Но все равно он так вот плотненько сидит. И вот я знаю, многие вот скажут, что зачем мучить собаку, одевать ее. Все равно вот той терьере, у них само строение тела сухое. То есть, понимаете, ну, моя жирненькая, потому что я ее люблю. Пусть она такая худощавая порода, но у меня она жирненькая. Потому что я ее все равно немноженько перекармливаю. Она прям девочка, минька, но все равно она прям такая, не совсем сухолядая, как некоторые другие представители породы. Вот поэтому мне хочется, чтобы она не мерзла. Вот так вот он легко снимается. Вот, бедная уже замучилась тут с нами. Потом есть вот такие вот домашние валенки. Вот. Это для того, чтобы ходить с дома. Но это, конечно, баловство. Сейчас вам еще покажу шапочку. Просто берется вот так вот валеночек, просовывается лапка. Вот. Ну, и затягиваются вот на эти веревочки. И у меня вот подобные есть еще шапочка. Это вообще кайф. Шапочка – это реально кайф. Сейчас вам покажу. Вот шапочка. Сейчас мы ее с вами наденем. С прорезями для ушек. Я еще ушки в прорези не просовывал. Но сейчас мы с вами попробуем сделать. Так, надеваем. Сону очень любит одеваться. Поэтому для нее это прям вообще не проблема. Вот. Потому что я заметил, что у нее очень мерзнут ушки. Вот эта вот проблема. Очень у нее мерзнут ушки. И как раз-таки шапочку нам подарили с Соной Буной. Вот так вот, смотрите, это все выглядит. Такая вот маленькая утепленная бестия в шапочке. Будем ходить в шапочке зимой. Вот. Сону очень любит гулять. И будем ходить в шапчонке такой вот зимой. Будем на бантик завязывать вот так вот. Выпирать ушки. Вот. И ходить зимой вот так вот с ней гулять. Такая вот шапочка у нас появилась. Сона Буна в ней похожа на танкиста. Так. У нас еще остались зимние варианты. В чем мы будем ходить зимой? Первый это вот такой вот тоже комбинезон. Типа сделан под двойку. Курточка и джинсики. А внутри такой вот очень теплый флис. Давайте мерить. Так же он надевается со спины. Просовываются ее лапки. Вот так вот. Раз лапка. Два лапка. Потом это такая вот технология на спинку. Вот так вот. И просовываются уже задние лапки. Тоже все очень просто. Особенно если собака вас любит, она вам сразу удастся проводить любые манипуляции. Вот. Потому что любое воздействие с хозяином для собаки это реально радость. То есть вы с ней что-то делаете, значит вы ее любите. Так вот на спинку ее ложите. И вот так вот застегиваем ей все вот эти вот пуговки. Так. Вот так вот она в нем выглядит, как какой-то маленький беженец. С воротничком. Вот тут вот все на застежках. Короткие рукава. Вот внизу штанишки достаточно такие. Вот тут вот у нее хвостик. Вот такие вот джинсики. Тут, кстати, есть кармашки. Интересный такой вот момент. Сюда можно даже что-нибудь положить. Вот такая вот курточка и кармашки. Давай спинкой повернемся. Вот так вот это выглядит со спины. И она в нем свободно ходит. Вот. Но есть еще второй вариант, о котором я вам покажу. Он очень теплый. Мы уже в нем гуляли. Вот. Так вот она в нем выглядит. Не стесняет движения. Вот. И достаточно теплый вариант. И хорошо, что вот передние лапки коротковаты. Она не запутается в нем. И вот так вот она выглядит. Вот впереди. Все-таки это такой немножко мальчишечий вариант, но все равно. Главное, чтобы было тепло. Потому что такие вот собачки простывают на раз-два. Так, раздеваемся. Давай первую лапку. Ну, вот серьезно. Если у вас есть собака, вот почаще с ней занимайтесь хоть чем-нибудь. Тогда она вас еще сильнее полюбит. Реально. И второй вариант. Тяжелая артиллерия для таких вот прям ужасных холодов. Тут нету никаких прорезей. Давайте сразу его оденем, чтобы я вам показал все минусы этого изделия. Вот, это наш первый такой вот зимний вариант, где я прям не подумал конкретно. Продеваем лапки. Сона его помнит, поэтому он ей уже не нравится. Она, наверное, узнала его шелест. Вот в этот пуховичок она прям не дается практически одеваться. Потому что она его прям очень сильно не любит. Потому что тут прям она в нем становится как это. Как заключенная. Так, Соня. Давай покажем. Покажем зрителям. Им тоже интересно. Может быть, они тоже такой купят. Ну, Соня. Давай. Покажем. Давай, мой маленький. И осталась последняя лапка совсем чуть-чуть. Давай. Продеваем лапку. Вот, короче, надели. И в чем тут огромный минус? В том, что нету никаких дырок для собачьих нужд. И он такой плотный, что стабака в нем реально как нанаевец. Как нанаевец. Она в нем даже не может пошевелиться. Потому что он на синтепоне. На разных других вещах. Тут также капюшончик. Смотрите. Короче, ни одной дырки, ни для одной собачьей нужды. Все плотно закрывается. Все на липучках. Вот это реально для таких вот моментов. Если мы поедем на какой-то северный полюс, то я знаю, что можно брать вот такой вот комбинезончик на синтепоне. Потому что сонабона в нем вообще не может. Также тут кармашек есть, но он такой ненастоящий. Вот так же она в нем вообще не может пошевелиться. Если только вот зимой выходить с ней на руках. Тогда возможно. Но вот она сама на нем вот ни за что не сможет передвигаться. Вот. Поэтому вот это была наша примерочка. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Хотите ли вы дальше такие видео. Вот. Потому что у нас гардероб будет пополняться. И мы будем снимать тогда вам еще. Поэтому все. Любим, целуем. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok